Продолжайте движение. Голос Владимира Путина многие хотели слышать не только в эфирах теленовостей, но и за рулем собственного автомобиля. Популярный навигатор с голосом российского президента всегда указывал верный путь. Вы приближаетесь к промежуточной точке маршрута. Басков переулок стал неофициальной достопримечательностью Петербурга. Дом 12, коммунальная квартира, где жила обычная ленинградская семья Путиных. Путин, Володя, борьба, дзюдо, город Ленинград, 73-й год. Михаил Ирахлин, сын тренера по дзюдо Владимира Путина, показывает архив отца Анатолий Рахлин. Хранил фотографии всех воспитанников и аккуратно записывал все достижения от сдачи норм ГТО до побед на соревнованиях. Плюсы это победа, минусы это поражение. Владимир Владимирович, плюсиков-то больше? Значительно больше, значительно больше. Это не командная игра. В команде можно сочкануть, спрятаться за кого-то. Здесь только ты и твой визави. Ленинград, 70-х, школа, дворы в центре города, первые жизненные уроки. Уже будучи президентом, говоря о войне с террористами, Путин скажет свою знаменитую фразу. Ленинградская улица научила, если драка неизбежна, бить надо первым. Но философия честной борьбы, уважению к противнику и ответственности научила татами, считает Михаил Рахлин. Он показывает потрепанную всю заплатках форму тех лет. Ее шили сами, передавая по наследству. И вспоминает рассказаться о первом знакомстве с Путиным. Какие-то два пацана позвонили мне домой и немножко нахально заявили, что если вы нас не возьмете, то вы много потеряете. Так школьник Володя нашел своего наставника, который стремился не вырастить чемпиона, а воспитать человека. О работе разведчика Владимир Путин мечтал еще будучи школьником. И даже его классный руководитель Вера Гуревич, которая написала книгу о своем знаменитом выпускнике, отмечает, что уже тогда видела в нем способности к этой профессии. Одна из глав посвящена походам, в которые Владимир Путин ходил со своими одноклассниками. И вот забавный эпизод. Вспоминаю, как вы ушли на Оридиш, раскинули палатки прямо на берегу реки, переночевали. На другой день готовились уже к обеду, как вдруг из кустов появился Путин. Как ты нас нашел? По запаху был ответ. Что мы так дурно пахнем? Или наш запах специфический? И вот именно он такой любимый и родной. А если честно, то аромат нашего борща, который заполнил всю округу, привел меня к вам. Может быть, уже тогда у него появился нюх разведчика. В скобках шучу. Спустя почти полвека на встрече с учителями в Кремле президент поделился воспоминаниями о том, как попал на службу в КГБ. Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы. У меня же рабочая семья, связи не было. Куда они идти? Я пошел в приемную прямо. На прием. Пришел, вышел мужик такой симпатичный. Говорит, тебе чего? Я говорю, я вот хочу работать. Да. Но он очень по-серьезному отнесся. Говорит, ну, поступать, да, можно или армию там пройти, или поступить, закончить в ВУЗ. Я говорю, какой ВУЗ? Он говорит, любой. Я говорю, на лучше всего. Он говорит, лучший Юрфак. Я говорю, хорошо. Советский разведчик и стюардесса. Так можно было бы назвать это знаменитое фото. 1983 год. Владимир и Людмила Путина на пороге ЗАГСа. Спустя два года ему предстояло отправиться на службу в ГДР. О своей работе во внешней разведке президент недавно рассказал создателям документального фильма «Путин». Он раскрыл свой настоящий псевдоним Платов. Никто из слушателей не должен знать настоящую фамилию друг друга. Это естественное требование. Это подготовка состава по линии легальной разведки. Ну, а я какое-то время проходил подготовку по линии нелегальной разведки. Там подготовка идет просто индивидуально. Один на один. С преподавателем. Я слышала, есть такая шутка, что если за эту ручку подержаться, то ждет повышение по службе. Будем надеяться. Ватаняр Ягьяк. Олега Владимира Путина по работе в Смольном показывает его кабинет. Здесь вице-мэр Владимир Путин, помощник Анатолия Собчака, принимал важнейшие решения в жизни Ленинграда. В трудные 90-е годы, когда, по словам самого Собчака, во время продовольственного кризиса, в городе хлеба оставалось всего на 4 дня. Анатолий Александрович как раз сообщил о том, что на Украине закуплено, подготовлено к отправке. У нас в Петербург 2,5 тысячи тонн сахара. Каким образом мы ходим из плажи? Ну, так, не будем говорить, пока не перепрыгнем. Каждый вторник в 9 часов утра Владимир Владимирович собирал вот за этим столом руководителей подразделения своего комитета. Мы все уважительно к нему относились, и он уважительно относился к каждому. Он не понукал, не орал, не визжал, ничего. Он говорил, и все воспринимали все его слова очень естественно. В середине 90-х, все годы именно Владимиром Путином, была инициирована большая часть масштабных проектов, реализованных в 21 веке. Вот редкие архивные кадры. Первый вице-мэр докладывает премьер-министру Виктору Черномырдину о планах строительства кольцевой дороги. А вот спустя десятилетия Путин уже на открытии того самого ЗСД. Надеюсь, что вам тоже было интересно здесь работать. Будем думать над тем, как осуществлять подобные проекты совместно с нашим будущим. Петербургский период окончился поражением Собчака на выборах. Путин уволился из Смольного и еще не подозревал, какая блистательная политическая карьера его ждет в Москве. Недавно вся страна с удивлением узнала, что будущий президент даже раздумывал податься в таксисты, чтобы прокормить семью. Собственно, работать было негде. Надо же было двое детей маленьких. Всего лишь спустя четыре года Путину предстоит стать президентом страны. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Люди голосуют за тех, кто решает их проблемы. Разве нет? Политолог Дмитрий Гавра рассказывает студентам о собирательном образе национального лидера. В мире спрос на сильные мужские качества. Примеры из зарубежного кинематографа. От ковбоя в исполнении Клинта Иствуда до Джеймса Бонда и героев «Матрицы». Вот у нас Джеймсы Бонды самые разные. Посмотрите, это просто кадр из фильма. Вот это вот поза, эти очки. Посмотрите, вот он Рэмбо. А это, посмотрите, эта «Матрица» – это еще один знаменитый образ. Вроде как Нера, а с другой стороны, это агент Смит, вы помните? Неубиваемый. Я бы хотела сказать. Да, это неубиваемый. То есть, что бы ни случилось, вот он. Отдельное внимание жестом. Эмоциональные движения Рональда Рейгана. Маргарет Тэтчер грозит пальцем, видимо, из СССР. Российский президент показывает кулак. Причем на разных снимках то левой, то правой рукой. Что говорит об одинаково хорошо развитых полушариях головного мозга. Возможности быстро оценивать ситуацию и принимать решения. Умение очаровывать даже самую сложную аудиторию. Я вообще не понимаю, что вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Календари со снимками российского президента разлетаются так же быстро, как расходятся по миру его цитаты, ставшие афоризмами от сурового «мочить в сортире» до остроумного «я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции». 1996 год. Малоизвестные архивные кадры. Владимир Путин и Игорь Сечин на досмотре в аэропорту Пулково. Они переезжают на работу в столицу. Немного смущенный вниманием прессы, Владимир Путин отвечает на каверзный вопрос о своем внезапном назначении в Кремль. Вот то, что меня берут в управление делами, это прежде всего, в общем-то, инициатива управляющей делами президента. Покинув Петербург, Владимир Путин за считанные годы оказался в президентском кресле. Первые кадры в кабинете, который недавно покинул Борис Ельцин. Его преемник показывает журналистам свое новое рабочее место. Удобно. Удобно. А вот кресло президента, оно... Не жмет. Ху из мистер Путин? Ху из мистер Путин? Знаменитая фраза, прозвучавшая на форуме в Давосе, тогда неловко повисла в воздухе. Работаю в сфере обслуживания. Так он ответил на вопрос переписи населения в 2002 году. Всю силу характера он раскрыл, будучи премьер-министром в 2007-м. В знаменитой мюнхенской речи, которую политики всего мира вспоминают и сегодня. Никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружения. Вот эта заявка на новое место России, объяснение, почему новый мир несостоятельный в той конфигурации, как его построили, объяснение, к чему приведет эта нездоровая конфигурация мировых сил. Ну, собственно, мы и видим, что все эти предсказания успешным образом сбылись. К сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы мир был более спокойный. Но все, что было сказано в мюнхенской речи, мы видим сейчас, как, к сожалению, реально происходящее событие. Предостережения российского президента тогда остались без ответа. Теперь отстаивать свои политические взгляды Владимиру Путину приходится более жестко. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Недавнее послание федеральному собранию вызвало панические настроения на Западе. То, как Путин рассказывал о своей новой ракете, было поразительно. Он был почти зол, когда говорил, никто не слушал нас, слушайте нас сейчас. Сдерживание России не удалось. Путин сказал, они не слушали нас тогда, послушайте сейчас. Это неприкрытое предупреждение США не связываться с Россией и ее новым ужасающим арсеналом ядерного вооружения. Казалось бы, за годы руководства страной мы узнали о нем буквально все. И тем не менее, Владимир Путин всегда отличался способностью быть разным и удивлять. Так что главный вопрос ближайшего времени – каким будет глава России в свой четвертый президентский срок? Евгения Альфельд, Телеканал Санкт-Петербург. Вы прибыль. Объявляю вашу независимость.